Всем привет дорогие друзья, с вами я Антон Чейз и сегодня возвращается самое масштабное, самое крутое, самое долгожданное спортивное событие в мире Я не про сраную олимпиаду, конечно же, я про РПЛ, друзья, и само собой это повод для нового видео Мы просимулируем данный сезон РПЛ с новыми командами, целых две, это нижний и крылья, и с новыми трансферами Да, еще впереди целая трансферная кампания, но я не думаю, что будут прям какие-то грандиозные покупки Но посмотрим, если будет, будет второе видео, как бы больше видосов, больше, а в смысле нет, не бабла, лайков и просмотров от вас, друзья, больше контента Все, ёпта, это такая тонкая отсылка к тому, что сегодня еще и Валера Карпин возглавил сборную России Приятного просмотра, лайки, комментарии, колокольчики, подписки, приветствую Да, это апдейт в FM21, добавляют крылья с их, как я понимаю, актуальным составом на нынешнюю, так сказать, секунду времени То есть вот, ну Иван Сергеев никого не удивит, я просто зашел посмотреть его обновленные скиллы Странно, что он может сыграть, допустим, флангового защитника, центрального полузаща с пасом 8 Но в принципе, так я смотрю на его скиллы, и да, такой человек может забить, сколько там, 40-140 забил за сезон в FNL в прошлом году В принципе, да, отличная менталка, физика Давненько я вот скиллы не разглядывал, да, в FM, с таким вот взглядом настоящего тренера, дорогие друзья Ну, ничего, когда-нибудь, наверное, карьера FM вернется, но не знаю, в этой ли части есть ли смысл Короче, что тут еще есть, заинтересно Ну, наверное, самая пока что классная трансферная кампания была у московского Динамо То есть такие парни, как Бальбуйна, да В свое время был Вальбуйна, теперь Бальбуйна Тогда ждем подписания какого-нибудь Кевина, не знаю, Буканьи Ну, такие, да, не очень умные шутки, но чего еще вы ждали на моем канале Так вот, Бальбуйна довольно крепкий, центральный защ, медленноват, правда, но для нашего чимпа сойдет И Лаксальт, вообще в FM Лаксальт крутой И да, и сейчас он тоже в FM крутой Хотя нет, шутка его, конечно, порезали Потому что раньше он потехничнее был, сейчас он просто такой, ну, крепкий бегунок Почему я сказал, что трансферов, скорее всего, больше не будет грандиозных? Когда вообще в России после раз был грандиозный трансфер? Такой вот, ну, с курсом доллара, да Что мы можем себе позволить? В том году, какой был самый такой сочный трансфер? Наверное, Венделл, да? В позапрошлом кто? Наверное, выкуп Влашича за сколько там? 15, 20, 30? Я точно не помню этих в цифрах не сильно, но вы суть поняли, да? Это тоже одна из причин, почему уровень чемпопадает Но мы посмотрим, мы промотаем сейчас Вопросов много интересных Кроме того, что кто станет чемпионом? Кто вылетит? Кто Кубок России возьмет? Как Зенит сыграет в ЛЧ? Ну, короче, много чего интересного Лучшие бомбардиры Короче, смотрим Год, раз, два, три пролетает Ничего удивительного в плане чемпионства Зенит за довольно солидным отрывом в 11 очков забирает чашку Хочется сказать, Тамбов вылетел Но Тамбова, друзья, больше нет Если это видео наберет 1782 лайка, друзья Будет последнее видео по Тамбову Там экспериментик один тоже есть Он, так сказать, в загашнике давно уже лежит Но, если есть желание, кажется, ставьте Лексусы С ССК второе место Причем тоже с неплохим отрывом от третьего места Короче, такая прям конкретная градация Локомотив вообще вне Еврокубков Динамо с их интересным составом Всего лишь четвертое место Химки Странно, что Химки вылетает То есть Новгород-Нижний Это, в принципе, понятно Там вообще у команды очень слабый состав Очень все по деньгам слабо Поэтому, скорее всего, и в реальной жизни Вряд ли их ждет что-то хорошее Лучший бомбардир это Виктор Классен Который, по идее, вообще как бы не совсем нападающий Но окей Ну а в ассистентах лучший Малком Друзья, наконец-то он начал отрабатывать бабки Нет Нет Посмотрим, как Зенит сыграл в ЛЧ Хм Так, группа Вольфсбург, Барселона, Бешикташ Ну, здесь вряд ли что-то хорошее Хотя 3-3 с Барси, знаете ли Знаете ли Так, ну смотрим И Бешикташ дважды обыгран И Вольфсбург обыгран Богданыч Так, в стряле Барселоне 2-3 Ну, это было очень солидно И ласт тур или что, или что Ну, вышли, короче, из группы А там Атлетику И там, походу, без шансов Да, причем прям без шансов, без шансов Еще из Кубка России вылетели Может быть, Симака это самое Нет, Симак остался Зашел на страничку ЦСКА Посмотреть, кто их тренирует Потому что, по идее, сейчас Ну, да, Алексей Березуцкий Главный тренер Но, мне кажется Это до первого нормального кандидата Ну, посмотрим Ну, здесь Слуцкий И вообще, я хотел посмотреть Как ЦСКА в Кубке выступили Выиграли Как я попал? А, выиграли у московского Динамо Блин, бедная Динамо Такие бабки По нынешним меркам В трансферы втюхали И ничего не взяли Так, а как там наши команды В ЛЕ Смотрите-ка, Локомотив 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 И еще Локомотив Смотрим, как у Локомотива дела Получается, в Плове они попали на Бетис И тоже Далеко не прошли По идее, в Сочи начинали Сезон В Кубке конференций И че там у них Че там у них Че там Эм А че там у них-то? Погодите Погодите А где? Эм... Это апдейт Как бы про нынешние времена Но стартовали там и в 2020 То есть, как будто бы в прошлом Короче Чуваки, мне кажется Я... Вы поняли вообще о чем я? И здесь как бы Кубоконференции не начался То есть сейчас я просто Буквально сломал Пространственно-временной Континуум Как в фильме Back to the Future, я просто доктор Эмит Браун кстати, пересматривал трилогию, вообще крутейшие фильмы, вот знаете, чуваки есть фильмы из детства которые тебе раньше нравились но ты их пересмотрел уже в более взрослом возрасте и понимаешь что это какая-то просто чушь а не кино, а есть фильмы такие прям добрые, теплые из детства, которые ты пересматриваешь и в 20 лет, и в 25 и почти в 30 и они по-прежнему охеренные например, вот то же самое Back to the Future Властелин Колец я не знаю, в конце концов какая-нибудь человеческая многоножка но вы поняли о чем я кстати, я не обратил внимания, что Казанский Рубин так низко пал ну, во-первых, их покинут Слуцки но у них как бы состав-то вполне себе но правда тренирует их какой-то Андрей Федоров так, а где Хвича? эти трансферы можно посмотреть потому что это же тоже, можно сказать, предсказание трансферов а Хвича в команде остался, кстати никто его не забрал но почему-то в FM ему пока что не рисует невероятного потенциала даже мы можем это, в принципе, вместе с вами посмотреть через редактор скиллов так, потенциал у него нет, в принципе, 142 если развить его это вполне, это вполне но, как бы, где, где это? ему уже 20 лет! до сих пор фотографии нет это не моя вина я, конечно, мог бы поставить, но мне лень давайте трансферы заценим Барио свалил в Аякс за 6 миллионов Адамян перешел в Зенит за 5 зачем Зениту при живых и здоровых Азмуне, Малкоме, Дзюбе еще один нападающий это же Форвард? это же... ну да, это Форвард неплохой, но зачем? непонятно, Милкадзе Краснодара как ее слили? побойтесь бога про что теперь в ГИК потеряет 30% мемов? алло, алло вы еще, я не знаю Васина продайте куда-нибудь в Молдавию пожалуйста в смысле ну, что-то вообще о чем я и говорил, да? бабла в стране у клубов нет это самые крутые трансферы, получается которые вот были в сейве после смотрите, просто что это? бесплатно, бесплатно о, Амкар! Амкар, пацаны, Амкар а где он играет? это, 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 это ПФЛ прикольно хе-хе-хе но, 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 может быть нет, нет хотел сказать, с чем на FM карьера за Амкар, но вы это смотреть не будете, друзья вам подавай АПЛочку, да? короче, друзья, вот такие вот Насыров, который пел мальчик хочет в табло ладно короче друзья, запомните, просто заскриньте себе в голову эту таблицу соберемся здесь же на этом месте в мае через год и посмотрим посмотрим сравним насколько FM был правдив ну, а на этом все, друзья увидимся сегодня на стриме как обычно, стрим каждый день вечером после видоса через часик-полтора следующий раз в следующий канал в описании ну, вы поняли, увидимся там или в следующем видео до скорых встреч всем пока 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 Продолжение следует...